Приветствую вас и я прочитал ваш текст. Вы знаете, с вами очень легко быть таким, знаете, морализатором. Вам хочется прочитать лекцию на тему того, как неправильно вы живете. Вам хочется сказать, что вы должны жить правильно. Ну, как-то вот, да, жить правильно, не говорю, что именно правильно, но как-то жить. Вот. Знаете, какая история? Хочется вам сказать подобные вещи. И из этого я делаю вывод такой. Какой я делаю из этого вывод? Вывод из этого я делаю такой, что вы жертва. То есть вы находитесь в такой позиции, позиции жертвы. То есть это такая позиция, когда вы с одной стороны чувствуете, что вам все должны. И мне кажется, что это ключевой момент. Что вот вы считаете, что вам все должны. Так, по крайней мере, почему-то мне видится вот сейчас, на данный момент. Значит, вам все должны, а вы, вы ни за что ответственности не несете. Да, как вам сказала моя коллега. Но, знаете, я не считаю, что ваша позиция, она какая-то плохая, обязательно. Вы знаете, мое мнение по вашей ситуации, оно несколько иное. Я полагаю, что началось все с того, что вы потеряли свой WhatsApp. На которого у вас были, ну, довольно серьезные планы. И, соответственно, именно из-за того, что у вас были серьезные планы на отца, а сейчас все пошло не так. И я полагаю, что в начале, прежде чем действовать в качествах, прежде чем выстраивать свою модель поведения и так далее, вообще, сперва определить, какой хотел видеть вас, ваш папа. Откуда у вас такого рода ожидания возникли и почему? То есть, ну, и из-за чего такие возникли у вас ожидания? По какой причине у вас были надежды, что папа купит вам квартиру, и все будет хорошо, и делать ничего будет не нужно и так далее? Вот. Откуда это было? Далее. Далее. Значит, вы, может быть, не перешили потерю своего папы? Я, опять же, не знаю, здесь возможный вариант, какие-то. Но, на мой взгляд, есть большая вероятность того, что вы до сих пор, ну, считаете, что папа жив. Вы как будто ожидаете, что он вот сейчас появится и все для вас сделает. То есть, либо вы не приняли его смерть, не приняли его уход, либо вы настолько чувствуете себя виноваты, либо настолько боитесь, ну, вообще вот, по жизни боитесь, что даже не можете, не можете поменять свою модель по своей модели по своей модели. Опять же, опять же, я не знаю, как обстоят дела на самом деле. То есть, может быть, так. А может, может быть, иначе. Я рассказываю здесь свое предположение относительно того, что в вашей жизни сейчас происходит. И в начале, в начале, вам следует выработать свое отношение к отцу. К тому, к тому, что его больше нет. Вам нужно для себя это зафиксировать. После этого подумать, чего бы хоть не хотел для вас папа. Вот, что для него было важно, если угодно, что для него было самым важным вообще. Вот по жизни, для отца, что было самым важным. Я полагаю, что если вы ответите себе на этот вопрос, то вы сможете увидеть, куда стремиться вам. То есть, пока, пока, вот нет ориентиров. Потому что ориентиры все выливаются. И раз ваш отец, грубо говоря, научил вас действовать так, да, то есть научил действовать вас по чьей-то указке, по своей указке, то либо вы найдете того, кто заменит вам отца. И я не сказал бы, что это самая лучшая и хорошая идея. Либо вы будете держать образ вашего папы, значит увидите, что для него важно, что для него цен, чтобы ему первостепенно, так сказать, вот, и уже на этой основе вы бы могли что-то предпринять. А мама, в свою очередь, мама, она вам может подсказать, как к этому идти. То есть, ну вот, именно модель поведения мамы подскажет вам, могла бы подсказать вам, как и что делать именно вот в вашей ситуации. На мой взгляд, это объективно то, что вы можете сделать сейчас. То есть, вы пишете, что вас угнетает неопределенность. Вы пишете, да, что вас угнетает то, что вы не знаете, что вам нужно, не знаете, что вы хотите и так далее. Соответственно, если вы знаете, что вас угнетает, значит вы можете сказать о том, соответственно, чего вы хотели бы, о том, что вам нужно, о том, что для вас важно и так далее. То есть, если что-то угнетает, значит, наверное, вы хотели бы для себя чего-то. И я полагаю, что именно от этого и нужно отталкиваться. Именно от этого, на мой взгляд, и нужно отталкиваться. Обязательно. То есть, от того, что если вы чего-то не хотите, то, соответственно, вы чего-то хотите. И пока я думаю, что это все-таки бегство. Бегство от изменения в мире. То есть, бегство от того, что привычный мир, он разрушился для вас. Этим привычным миром, по сути дела, был папа. Вот потом, когда папа не стал, вы стали бежать от этого мира. Вот, поэтому если вы бежите, значит вы чего-то боитесь. Вот, собственно, то, на чем нужно работать. То есть, именно то, чего вы боитесь. Это ключевой фактор, на мой взгляд. То есть, если вы чего-то боитесь, то, соответственно, нужно напротив идти в направлении к этому странку, чтобы понять, что на нем стоит, и взять, наконец, контроль на свою жизнь. Вот. Но это, конечно, исключительно только при условии, да, что вы действительно готовы, что вы действительно готовы работать. Вот. А если вы так и будете бежать, то ситуация, конечно, не справится. Она, ну, такой и будет. Она по себе, она, она не уйдет. Это очевидно. Вот. Вопроса никакого вы не задаете. Я полагаю, что ваша переменчивость, то есть, ну вот, то, что вы хотите, значит, чего-то, то есть, по вашему мнению, получается так, что вы должны, вот знаете, вы должны чего-то от жизни хотеть. То есть, правда заключается в том, что вы в жизни ничего не должны хотеть. То есть, как бы, вы либо-либо хотите чего-то, либо нет. То есть, учитесь прислушиваться к своим желаниям. Я полагаю, что этому тоже нужно, нужно вас, можно вас подучить. То есть, вот, если ситуация складывается так, да, что, ну вот, что вы не знаете, что вы хотите. То есть, одно-то другое. То есть, одно-то другое. Если ситуация складывается так, значит, вы, ну, не истинные желания у вас. А это желания, которые, ну, грубо говоря, можно назвать увлечением. Вот. И, соответственно, увлечение, это то, что вы, то, чего вы не осознаете. Вот. Хорошо это? Ну, иногда да. Для вас, именно для вас, это не есть хорошо. Потому что вы таким образом себе вредите. И для того, чтобы ситуация изменилась, чтобы она стала, ну, другой. Я полагаю, что справедливо будет, если вы поставите перед собой вот такую цель. Например, отследить свои желания, следить свои влечения. Ну, например. Вот. Если поставите такую цель, то с этой целью уже можно будет что-то сделать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я вам желаю терпения, я вам желаю выдержки. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!